Мы понимаем, как во время кризиса в Южной Осетии руководство Российской Федерации приняло волевое решение по защите мирного населения и провело военную операцию по принуждению Грузии к миру. Там речь шла о нескольких десятках тысяч осетинцев, сейчас речь идет о многих миллионах русских людей. Мы поддержим ваше решение о защите русского и русскоязычного населения Донецкой и Луганской народных республик. И обеспечим широкую массовую народную поддержку на всей территории России, от Калининграда до Владивостока и от Северодвинска до Севастополя. 11 июня 2014 года, Суворовская площадь, участники митингов поддержки Донецкой и Луганской народной республик. Кому Путину обращение? Да, Путин. Я была в Киеве и видела большой, богатый европейский город. Я была в Симферополе. Я видела город, который похож на разрушенное прошлое. Который еще не так давно имел хорошие дороги, хорошее жилье, а сегодня это все разрушено. Почему? Потому что все деньги, все налоги, все соки жизненные он отдавал в Киев и получал в ответ крошечные копейки. О чем это говорит? Люди, которые, люди, крымчане, русские люди всего лишь просили признание их собственного права на идентичность, признание их истории, признание их языка, признание вопросов. Вопросов их управления, локальных, местных, региональных. Сегодня по их пути идет еще один регион. Он делает правильно, потому что он борется за свободу каждого из нас. За свободу русских людей. За свободу украинцев. За свободу каждого, каждого из нас. И мы должны поддержать их сегодня. Поддержать нашими добровольцами. Поддержать так, как мы сегодня пришли на этот митинг. Гуманитарной помощью, нашими словами. В интернете всеми способами, которые мы можем сегодня сделать. Потому что это проблема. Невозможность людей участвовать в управлении собственного государства. Быть реальным признаком любого государства. Главный признак это народ. И когда у народа нет реальной власти, всегда будут происходить такие случаи. Вот на территорию конкретно-российского миротворца. Именно вот в Таинске, они сейчас не сажают, куда-то на море. Скажите, пожалуйста, а есть сведения, что кого-то продают на органы? А вы что, ничего не знаете? Нет. Нет? Серьезно? Не слышал про это. Нацгвардия расстреливала своих же украинских солдат, отказывавшихся стрелять в ополченцев. Те, кто отказывали, всех стреляли и вырезали органы. 300 человек, даже 6, со спорными животными. Остальные сжигали в Харьковских крематориях. Вы понимаете, в Харькове крематория работает день и ночь. Более того, ознакомьтесь, интересная тема, закон таможенной Украины о ввозе и вывозе органов человеческих. Нет такого закона вообще. Вообще нет. Хоть почки в чемодане провозить туда-обратно. Полный беспредел. И от 6 до 11 лет дети пропадают пачками. За все это время просто ни одного не нашли. На Донбассе пропадают? И на Донбассе, в Донецке, в Одессе. Принял их вчера в правый сектор. И я думаю, а куда они попали? Кто отправил? А, из Донецка? А кто отправил? Да, в Одессу. А принял их в правый сектор. Как вы думаете, куда эти дети попали? Люди пропадают сотнями и тысячами. Их никогда не находят. Понимаете, это тема, которая... Молодые парни здоровуют. Молчок полный, вообще молчание полное. Еще двоих недавно, не столько дней назад нашли со вскоротами. Обмазанные йодом, животы, мертвые, голые, без органов. Украина сотрудничает с немецкой фармацевтической компанией, которая, в свою очередь, работает в США. Сейчас, понимаете, это настолько хорошее, это даже не лазейка, им зеленый свет. На все, на весь этот беспредел. На весь. Как ты не стреляешь? До тебя свои же и... Ну, понимаете, и по баночкам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok